Главная торжественная программа пройдет традиционно на площади Тысячелетия. В 10 часов состоится парад войск Казанского гарнизона и исторической военной техники. В параде примут участие 2500 человек. Это военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр, юноармейцы, кадеты и суворовцы. По площади проедут легендарные танки Т-34 и ИС-3, артиллерийские и пусковые установки «Катюша», плавающие танки, бронетранспортеры. В концертной программе примет участие народный артист России Дмитрий Певцов. Особое внимание безопасности. На всех объектах празднования предусмотрены досмотровые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. Просим жителей посещать мероприятия с ограниченным количеством вещей, без больших сумок, а также предусмотреть головной убор. Историческая военная техника объедет город и 8 мая в преддверии Дня Победы. Автоколонна будет поздравлять ветеранов, подъехав к их дому. В этот же день ветераны со всей республики примут участие в большом концерте в оперном театре. Пройдут акции «Сад памяти», «Окна Победы», «Поем двором» и «Диктант Победы». Очень важно использовать максимально возможности патриотического воспитания, донесения истинной истории до нашего молодого поколения, до тех, кому вершить в будущем, на чьи плечи наша Великая Родина останется. И мы каждого ветерана знаем в лицо. В Парке Победы будет свой парад. В 11 часов строевым шагом пройдут юноармейцы. После казанцы и гости столицы смогут посмотреть гала-концерт фестиваля «Фанфары Победы» и выступления лучших детских и молодежных оркестров. В течение дня в Парке Победы будут работать и тематические площадки. Возложат цветы к вечному огню памятникам, труженикам, тылам, матерям и вдовам, советскому солдату. Вечерняя программа начнется в 18.00, также на площади Тысячелетия. Выступят мастера искусств, молодежные группы, сводный хор Казани. День Победы завершится в 22.00 праздничным салютом над акваторией Казанки. Вероника Гайнутдинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.